У женщины очень мощная энергетика, она берет ее от земли, но она стихийная, как вот энергия земли, она стихийная, да, она такая хаотичная, да, то есть в ней много силы, но эта сила слабо управляемая. Мужчина берет энергию от неба, она преимущественно связана с волей, она есть управление, то есть это энергия, а это управление энергией. И вот женщина, особенно в нашем обществе, она находится в таком очень интересном положении, она имеет эту силу, но она от нее страдает, потому что как бы сила делает ее жизнь неуправляемой, она стихийна, когда она полностью без контроля, без контроля внутреннего мужчины или внешнего мужчины, она может сама себе приносить вред, то есть ее поступки противоречивы, она мечется и сложены в сторону. И вот это желание женщины иметь мужчину, за которым она как за каменной стеной, это желание иметь сильного мужчину, который спасет женщину от самой себя. То есть вот от этих крайностей, но примет ее все равно в этих крайностях, то есть мужчину, который скажет, да, любимая, да, ты разволновалась, ты разнервничала, ну это хорошо, ты же женщина, да, но я рядом с тобой, и я помогу тебе избежать тех неприятных моментов, которые бы принесла тебе вот такая реакция. И ты можешь быть спокойной, и женщина успокаивается, и она тогда меняется, ее колебания эмоционально становятся не такими вот по амплитуде вверх-вниз, не такими резкими, и ей хорошо. Потому что в принципе эта энергия, она в женщине зачем? Она в женщине для того, чтобы объединиться с мужчиной. Она, вот мужчина оплодотворяет женщину физически, а женщина оплодотворяет мужчину энергетически, она дает ему энергию. Вот эту стихийную энергию, которую женщина имеет, вот если это гармоничный брак, то, ну или отношения, то женщина дает энергию, а эту энергию мужчина превращает в дела, в вещи, в деньги, в безопасность, да, вот это, он вдохновлен. Недаром говорят, это муза, вдохновляющий мужчину, и он тогда, ну горы готов свернуть. Как только вот это исчезло, да, и женщина начала конфликтовать с мужчиной, да, и наезжать на него, у него энергия пропала, она, ты что ничего не делаешь, ты что не это самое, а у него же нету батарейки, потому что она батарейка, но сейчас она отключилась, и на него наезжает, да, учитывая, что у него самого батарейка слабая, да, то у него эта энергия. Ну, если у человека есть какая-то духовная практика, да, то есть вот эта энергия небос, ну это же большинство мужчин сейчас нету, да, они потеряли вот этот навык, то ему вообще противостоять нечем, он туда архаические силы поднимает, потому что внутри у него зверь живет, и начинает быть агрессивным, то есть он отбивается через агрессию, то есть он у него кричит, иногда может дерется, иногда просто там уходит, ну, потому что у него вообще-то, честно говоря, мозги разрываются, да, у него крыши освежают. Вот, скажем, взрыв мозга, снос мозгов может сделать именно женщину, у нее достаточно для этого энергии, у мужчин таких способностей нет. И когда женщина хочет, чтобы мужчина был активным, то чаще всего она поступает противоречивым образом. Она убивает его активность и думает, блин, чего она не работает. Ну, это такой парадокс, может, на будущее, чтобы ты знала, какие ошибки. Вроде естественным образом допускают женщину. Естественным почему? Потому что она наполнилась своей эмоцией, да, наполнилась своим неудовлетворением и вылила его. Ну, как могла, так по-женски поступила. А результат, к сожалению, получается не тот, который хотела.